Однако, здравствуйте! Меня зовут Сымар, и сегодня будет вторая часть Трека Вокруга напурная, она будет очень напряженная, очень холодная, очень суровая, а начнется у нас традиционный буддийский хамар. Субтитры делал DimaTorzok После верхнего писанга погода стала холоднее, на дороге появилось гораздо больше насильщиков, а природа стала напоминать немножко другую страну. Почему-то мы стартовали из Непала и внезапно оказались в Монголии. На шестой день мы пришли в город Монанг, местного полцентра, плод цивилизации и все такое. И, судя по всему, для многих трех начинается именно здесь, сюда прилетают на вертолете, приезжают на джипе, идут два дня через перевал, ура, мы прошли кольцо на пур. Но это я злой, потому что еще не покушаю шоколадную булочку, лучше покажу виды за окном. Шоколадная булочка будет позже, я ее не покажу. Шоколадная булочка Монанг находится на высоте 3500 метров на уровне моря, и там уже ощутимо холодно. Но нам этого показалось мало, и мы, следуя светом из интернетов, поползли туда, где еще холоднее, еще выше. Это ледяное озеро Ice Lake, на которое советуют сделать акклентационную прогулку. Прогулка это 9 км пешком и 1 км вверх, 1,200 км. А вот это вот, это самая вкусная булочка в моей жизни, потому что сейчас ее буду есть вот здесь. Протопов километр вверх и 9 км по вот таким вот дорожкам, а потом вниз. И тут мы попали в тучу, не знаю, видно ли это на видео, но мы в туче, и идет снег. Снег! Давно, давно я его не видел. Примерно год. Надеюсь, ниже уровня тучи его уже не будет. Сегодня восьмой день, и сегодня и светлечет начинается самый хардкор восхождение по холоду, снегу, на высоту больше 4000 метров. Но для начала нужно сделать восхождение из-под одеяла. Это очень сложно, холодно. На самом деле, если до этого ты неделю шел пешком, постепенно набирая высоту, то после 3500 идти, в принципе, не тяжело. Главное не разгоняться и не сбивать дыхание, потому что восстановить его очень сложно. А еще, наконец-то, мы увидели их яков. Яков. Врут. Нагло врут. Некоторые дни до этого сегодняшнего перехода были хардовее. Я не скажу, что сегодня был самый лайт день, но сейчас 11 часов дня, мы же в начале восьмого, и вот мы здесь. На восхождение уже 400 копейками, и первая каменная комната. Я надеюсь, здесь не будет быть так, как в древянных. И даже своим туалетом. А вот предпоследний день до перевала действительно тяжелый, точнее, не он весь, а последний километр, потому что это километр вверх, и километр вверх на высоте 4500 метров над уровнем моря. Пять тысяч метров лагерь Хайкэмп. Самый неуютный, холодный и дорогой лагерь за весь трек. Зато завтра уже будет перевал, я надеюсь, дальше будет теплее, потому что ноль и снег. И лошадки. Сегодня у нас подъем в 4, завтрак в полпятого, выход в 5, потому что сегодня у нас финальный, решающий аккорд для всей эпопеи, перевал Тронгла. Вон туда ползти. А почему так рано? Потому что говорят, в нем там дует, мягко говоря. Последний кусок до перевала Тронгла действительно тяжелый, потому что его приходится идти по снегу, по льду, иногда по льду над пропастью, в спину иногда дышат кони, на которых перевозят вещи. В общем, весело там. Мы сделали это, мы дошли, это было сложнее, если не думал, но 5,500, торопла по чайку и вниз. И на этой героической ноте на высоте 5,500 мой телефон сдох, а я еще нет. И нам еще предстоял спуск 9 километров вниз в Муктинах, 9 километров, 8 по склону вот этой горы, серпантины, 8 километров лево-право, лево-право. 4 часа, гребаный ад. Но сейчас мы здесь, в город Муктинах. И милые бочки. Кстати, городок Муккинах, это не только пункт отдыха после перевала, но и очень известное не только в Непале, но и в Индии место паломничества. Там находится знаменитый индуистский храм, а день, в который мы выходили из Муккинаха, был как раз с днем рождения Будды. Поэтому там было очень много паломников, которые купались в священных бассейнах. При том, что на улице было где-то плюс 10, зрелище было интересное. А вот этот милый город Зеленой долины, это городок Кагбини, за которым начинаются врата в Нижний Мустанг. То есть, попросту, вход в Тибет. Но мы туда не пошли, нам хватило двух недель в горах до этого, мы пошли в город Джамсом. Путь в город Джамсом лежит через пересохшее русло реки, которое по совместительству является аэродинамической трубой. То есть, там дует. Очень сильно дует. Очень, 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 очень сильно дует. Это был кусочек обычной непальской дороги. У нас впереди еще часов в 12 такой обычной непальской дороги. И каждый автобус с Непали не просто автобус, но еще и грузовик. Это все по треке на Блокуртонапурне. Мы пережили трек, мы пережили автобус, я даже не знаю, что тяжелее. И вернулись в Покхару, тепло, тропики, дешево, хорошо. Детальные отчеты у меня на фейсбуке, ссылочка в описании видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. А я пойду отдыхать. Счастья есть. Спасибо. Продолжение следует...